Спонсор выпуска компания Реванш. 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 Грозит 14 лет тюрьмы. Для передачи денежных средств в виде взятки. На скамье подсудимых оказался главный борец с коррупцией в области. Попадают под колеса. Мы так часто не делаем. В основном переходим всегда на пешеходном переходе. Сотрудники областной госавтоинспекции вышли на дороги ловить нарушителей. Какая температура за окном ждет саратовцев в среду 7 ноября через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь. Сегодня в Саратове судили бывшего полковника полиции. Сергея Кашева обвиняют в получении взяток. Следователи насчитали миллион рублей. Дополнительный доход по версии следствия Кашев получал от своего подчиненного. Сам офицер своей вины не признает. Ему грозит до 14 лет лишения свободы. Роман Базан отправился в суд. Он знает подробности этого процесса. Собственно, Кировский районный суд здесь сегодня на скамье. Теперь уже бывший полковник полиции. Начальник оперативной разыскной части собственной безопасности Сергей Кашев. Его обвиняют во взяточничестве. Он пытался получить деньги в особо крупном размере. Сегодня Валентина Комиссарова представила ему последнее слово. Якобы вызывал меня из квартиры для передачи мне денежных средств в виде взятки. И после чего я якобы и выходил к нему. Кнопка вызова, расположенная на внешней панели металлического ограждения, является кнопкой вызова охраны. И не имеет технической возможности вызова жильцов дома. Итак, по версии следствия, главный борец коррупции полковник Кашев получал от подчиненного деньги за общее покровительство и попустительство по службе. Тот якобы мог приходить на работу пьяным или вообще не являться. Кашев его прикрывал, уверены следователи, и получал за это стабильно по 150 тысяч рублей в месяц. То есть за три с лишним года это около 6 миллионов рублей. Во время обыска в его кабинете обнаружили 150 тысяч, но адвокаты считают, что это все нелепо. И своего подчиненного Кашев никак прикрывать бы не смог. Проверка отношений к Чернышеву, оклеветавшего в совершении особо тяжкого преступления, которого я в действительности не совершал. А также заявившего в судебном заседании 25.09.2017 года о том, что я еще прошу ЕГИБДД. Уже в конце недели Сергею Кашеву должны вынести приговор. За взятку в особо крупном размере ему грозит до 14 лет тюрьмы, но прокуроры просят всего 10 лет. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24. В Саратове должен появиться онкологический центр на проект современного медучреждения. Необходимо порядка 45 миллионов рублей. Средства на документацию губернатор предложил выделить из регионального бюджета. Напомним, новый онкоцентр в Саратове будет построен по инициативе Вячеслава Володина. Договоренности о его возведении были достигнуты в конце июня между председателем Госдумы и министром здравоохранения России. Также на внеочередном заседании областного парламента депутаты одобрили проект поправок в бюджете 18-20-х годов. Кроме того, в бюджете предусмотрены расходы на лекарственное обеспечение, поддержку физкультуры и спорта, а также другие важные социальные проекты. Это касается непосредственно в том числе и лекарственного обеспечения, это и перераспределение средства для проектирования онкоцентра, который рассчитан у нас построить в городе Саратове, для нас это очень важно. Это и строительство школы на 1100 мест в поселке Солнечном, ну и так далее, ряд других. Саратовцы гибнут на дорогах. 21 ДТП с участием пешеходов произошло в регионе с начала ноября. Сегодня сотрудники госавтоинспекции области дежурили на привокзальной площади. И буквально каждую минуту там горожане перебегали дорогу в неположенном месте. А также несколько автомобилистов не пропустили пешеходов. Надежда Новикова дежурила вместе с патрульным экипажем. Сотрудники областной госавтоинспекции вышли на дороги города, чтобы узнать, соблюдают ли правила пешеходы и автомобилисты. Место выбрали подходящее. Одно из самых опасных в Саратове – это привокзальная площадь. Здесь расположены два пешеходных перехода. Пересекать Откарскую можно в районе Московской и Большой Казачьей. Но, как правило, саратовцы идут напрямик. Перейдем в машин баллов. А вы знаете, что вы показали дурной пример детям? Я понимаю, но мы так часто не делаем. В основном переходим всегда на пешеходном переходе. На самом деле здесь, на привокзальной площади, постоянно дежурит один патрульный экипаж городской госавтоинспекции. Но это не спасает ситуацию. Даже пока мы снимали на наших глазах, правило нарушило более десятка пешеходов. С начала ноября на территории Саратовской области зарегистрировано 21 ДТП с участием пешеходов, в которых 18 человек получили ранения и трое погибли. К сожалению, из 21 ДТП, 4 ДТП произошло с участием юных пешеходов, в котором один ребенок погиб, переходя дорогу в неустановленном месте. Мы проводим различные мероприятия, акции, рейдовые мероприятия. И хотим стабилизировать обстановку на дорогах нашего города и области. И призываем как водителей, так и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. И, конечно же, нарушителей привлекать к ответственности. За что вас остановили? Вы пешеходы не пропустили? Я считаю, что он уже прошел, и я поехал. По данным статистики, которую предоставила Госавтоинспекция области, автомобилисты все-таки чаще, чем пешеходы, нарушают правила дорожного движения. Надежда Новикова, Олег Биряков, Саратов, 24. Сфотографироваться с польским пленником и научиться драться на мечах. И в эти выходные прошел День народного единства. Почти 6 тысяч человек вышли на главную площадь Саратова, чтобы отметить этот праздник. В основном на театральной собрались члены молодежных объединений. Перед зрителями выступили творческие коллективы города. Как прошел этот день, оставим без комментариев. Всех спортсменов нашей области с праздником! С Днем народного единства! Как говорится, мы едины, если мы непобедимы. Я каждый год хожу на демонстрацию. А зачем? Ну, сначала с бабушкой, а теперь с универом. Это какой-то особенный праздник. Каждую осень это праздник России. Каждый год прихожу. Прихожу я, приходят вот мои ребята. Мы показываем, что жить надо дружно, весело. Я со всеми нациями. Когда мы все вместе, мы непобедимы. Это большой праздник, который объединяет нашу сильную Россию. Каждый человек – это сила. А когда мы вместе, наша страна становится великой. Приказываю весь честной люд в ополчение вступать! Тебе на что карта Саратова понадобилась, а? Ногаев продать хочешь? Альполяков, урожки! Что самое сложное было? Вот сейчас, когда? Сейчас из-за тяжести долго держать. Просто я как фехтованин занимаюсь легче шпага, чем сабля. На некоторых войнах можно увидеть кольчужные доспехи, шлемы и так далее. Некоторые элементы защиты. Но все-таки эпоха смутного времени – это эпоха, когда тяжелое защитное вооружение уже уходило в прошлое и наступало время маневренной войны. Поляк сбежал! Вождь пролетариата расцвел этой осенью. Как относится к украшению памятника Ленина горожане, расскажем после прогноза погоды. А пока прервемся на рекламу. Генеральный спонсор прогноза погоды – Дельфинарий, который продлевает свои гастроли по 18 ноября. Ждем вас на территории торгово-развлекательного центра «Хэппи Молл» по адресу Вольский Тракт-2. По многочисленным просьбам, Дельфинарий в Саратове продлевает гастроли с забавными морскими артистами по 18 ноября и снижает сцены. Подарок всем посетителям Дельфинария – скидка на билет 50%. Телефон 42-22-52. Здравствуйте. В среду 7 ноября в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбии и Балакове облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие осадки, туман, ветер северо-западный умеренный, днем до плюс семи, а ночью до плюс одного. Секонд-хенд Вова приглашает за осенне-зимней коллекцией. Одежда и обувь по ценам клевым. Одевайтесь Вова. Внимание, с понедельника по пятницу скидки от 10 до 50% и полное обновление товара каждую субботу. Город Энгельс, улица Тельмана, 150-Б. А партнер прогноза погоды компании «Разумные окна», которая предлагает полный спектр светопрозрачных конструкций, пластиковых окон, от бюджетных до класса премиум, установка и реставрация, покраска и ламинирование, двери офиса открыты для вас, а при замере горячий подарок, так что звоните 988-775 и оставляйте заявки на сайте разумныеокна.рф. В Саратове и Энгельсе преимущественно без осадков. Температура днем до 6 градусов, а ночью до 3 выше 0. Атмосферное давление около 764 миллиметров ртутного столба. Начало недели, как обещают метеорологи, относительно теплое, а к выходным температура начнет понижаться. В народе же говорят, в ноябре тепло морозом. Не указ. Зимняя коллекция 2019 в салоне меха «Госпожа Метелица». Огромный выбор шуб, дубленок и новинка коллекции «Модные парки». Окутайте себя теплом. «Госпожа Метелица» находится на улице Степана Разина, 54. Действует кредит и рассрочка. Всем всего доброго. Увидимся. «Госпожа Метелица». Здесь вас ждет огромный выбор шуб и дубленок. И скидки до 30%. Добро пожаловать в царство меха. Улица Степана Разина, 54. Действует кредит. Продолжаем знакомить вас с новостями. Мы работаем в прямом эфире. Медведь напал на двоих подростков в Мельковском районе Камчатского края. Одному из них удалось убежать и позвать на помощь. Другой подросток погиб от лап животного. Позже охотникам удалось застрелить агрессивного медведя, передает ТАСС. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». На Кузбассе в частном доме сгорела многодетная семья, в том числе шестеро детей. Пожар случился сегодня ранним утром. Без признаков жизни были обнаружены 8 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следственный комитет России расследует причины возгорания и обстоятельства гибели людей. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. А вам должны ваши родители. Еще одна чиновница ославилась на всю страну. Саратовские макарошки от Натальи Соколовой затмила директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глазких. На встрече с молодежью она некорректно высказалась. Ролик попал в сеть. В настоящее время проводится проверка. Губернатор Свердловской области временно отстранил Ольгу Глазких от должностных обязанностей. Пишет газета «РУ». О, молодцы! Очевидцы выложили в сеть видео, на котором 12 собак с заряженной выпряжкой тащат Ниву по проезжей части. Интернет-пользователи шутят, передвигаться на собаках довольно легко и быстро. Четвероногие тащат внедорожник, при этом не испытывают проблем. Теплый, светлый и просторный в поселке Тепличный после реконструкции открыли местный дом культуры. Одноэтажное здание в последние годы обветшало настолько, что репетиции местным творческим коллективам приходилось проводить буквально под открытым небом. С инициативой восстановить центр народного творчества жители обратились в администрацию Саратовского района. Станислав Жижин узнал, как изменилась культурная жизнь сельчан. Ростолье поле, да полет журавей! Песни жителей поселка Тепличный теперь будут слышать чаще. Народный ансамбль на обновленной сцене Дома культуры выступает впервые. До ремонта здания репетировали где придется. В актовом зале поселковой школы и даже на улице. Как уже с тела снесли, полов нет, всю мебель вынесли. Репетирует нам негде лето. Лето, тепло, жарко даже. А у нас здесь деревья. И вот в тени мы и занимались. Поэтому мы очень счастливы, что, во-первых, у нас зал стал широкий, светлый, красивый, сухой. Есть сцена, широкая сцена, в общем, то, что нам нужно. Решение восстановить Дом культуры в Тепличном приняли сами жители поселка. Власти Саратовского района помогли инициативной группе стать участниками региональной программы поддержки народных инициатив. Я приехал, посмотрел, конечно, состояние помещения было удручающее. И, конечно, такой населенный пункт без клуба – это нонсенс. Конечно, мы понимаем, что там достаточно большой объем капитальных вложений. И для этого как-то надо было найти ресурсы. Вовремя подоспела программа, которую разработала правительство Саратовской области и поддержала губернатор. Очень приятно поддерживать именно такие проекты. И это то, о чем всегда говорит губернатор области Валерий Васильевич Радаев. Такие проекты, которые не просто интересны самим жителям, но и поддерживаются своими конкретными делами. Этот проект поддержал и социально ответственный бизнес, очень активно поддержал. Поэтому сегодня мы видели заинтересованность жителей поселка Тепличный. И мы видели тот отклик, который получил этот проект у творческих коллективов. В новом здании разместятся не только творческие коллективы поселка. Здесь также будет работать и детская художественная школа. Станислав Жижин, Роман Шельдяев, Саратов-24. В Саратове расцвел Ильич. Памятник Владимиру Ленину, что на улице Астраханская, теперь весь в подсолнухах и тюльпанах. Недавно скульптуру украсили рисунком. На постаменте изобразили цветы черного кота и петуха. Досталось и самому вождю пролетариата. Его брюки украшают плющ. Этот памятник Ленину уже давно превратился в парт-объект. Все началось с хулиганов и вандалов. 15 лет назад они разукрасили пиджак Ильича малиновым цветом. Потом владелец офисного центра, на территории которого и стоит памятник, сам решил преображать Ленина. Вождь пролетариата был и синим, и оранжевым. Теперь вот пригласили художника, который два месяца делал роспись цветами по скульптуре. Мы решили узнать у саратовцев, как они относятся к такому творчеству. Ну, мне нравится. Это лучше, чем когда памятники сносят. И вообще, это наша история. Ну, видение художника, я думаю, что это нормально. Как вы считаете, можно ли так поступать с памятниками? Вот так, конечно, нет. Это некрасиво. Вот это мне не нравится. Цветочками разрисовали, конечно, это да. Лишнее. Отвратительно. Почему? Уважения никакого нет. Скорее всего, молодежь это сделала. Нет, наоборот, специально художника пригласили. Типа как арт-объект из памятника сделали. Ужасно, ужасно. Ленина разукрасили. Вам как нравится? Да, красиво. Сразу есть о чем вспомнить. Я, в общем-то, человек старой формации, поэтому я считаю, что это нехорошо. Саратовская шайба в городе завершился новый хоккейный турнир. В год своего 30-летия научно-производственный альянс «Рубеж» провел соревнования на призы компании для мальчишек 2010 года рождения. Наш город представила команда «Кристалл». Ребята уже не раз выступали на российских соревнованиях и даже побеждали. Мария Карманова расскажет, как провели домашний турнир юные хоккеисты. Нетерпение этих 7-8-летних мальчишек легко понять. Они ждут начала первого в родном городе турнира по хоккею среди спортсменов 2010 года рождения. На взрослой площадке Ледового дворца «Спорта Кристалл» команда с таким же именем принимает ребят из Златоуста, Новочебоксарска, Магнитогорска, Пешкаралы и Орска. Полтора месяца назад, когда юные хоккеисты сидели в зале старого тюза на благотворительном спектакле, турнир был далекой перспективой. Сейчас, когда собранные деньги от постановки пошли на организацию соревнований, у этих мальчишек главная задача победить. Для нас, наверное, очень важно с психологической точки зрения, потому что здесь, конечно, ответственность огромная. И посмотреть даже на мальчишек, как они поведут себя в этой ситуации, это опыт огромный именно в психологическом плане. По ощущениям просто непередаваемый, проходит так вот на ура, зрителей как бы много. Я не знаю, детям нравится, когда дома атмосфера совсем другая. Активные болельщики на трибунах – важное отличие домашнего турнира. Тем более, что родная команда радует результатами. Преимущества с первых минут встречи соперникам оспорить не удалось. Игра заканчивается счетом 6-1 в пользу хозяев. Ну, чуть-чуть страшно было играть. Мы забивали красивые голые. Эмоции были очень хорошие. Мы победили. Думаю, это за очень. Мы сильно боролись. Честно боролись. Сделали все, что могли. Но могли лучше, мне кажется. Турнир «Саратовская шайба» на призы научно-производственного альянса «Рубеж» – первое подобное начинание в саратовском детском спорте. Но именно такие соревнования могут дать путевку в жизнь завтрашним чемпионам. Все не говорят об этом, но все хотят, чтобы ребенок заиграл и ему предоставился шанс в дальнейшую карьеру. В открытую не говорят, но все усилия прилагают к этому. Я думаю, что этот турнир, который здесь, как все это устроено, все это сделано, шоу, я думаю, по всей России это разойдется. Об этом будут говорить. Об этом будут говорить и, думаю, хорошие слова будут говорить. Мария Карманова, Вячеслав Соленков, Юрий Шарыбкин, Саратов-24. И к этому часу у меня все еще больше новостей. Смотрите на нашем сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Вкус балаковского хлеба уже полюбили жители городов области. Качество продукции предприятия «Балакова хлеб» отмечено и за пределами региона. Эти золотые медали тому подтверждение. Ежегодно мы участвуем в выставке, общероссийской выставке сельхозпродуктов «Золотая осень». И вот в этом году мы за четыре наименования нашей продукции получили золотые медали. Секрет в технологиях. Завод «Балакова хлеб» существует уже 50 лет. И все это время используют классические рецепты приготовления хлеба на живых заквасках и густых опарах. Чтобы получить буханку хлеба, замешанную на густой опаре, которая выпечена по традиционной технологии, у нас уходит 7 часов времени. Именно такая продукция имеет запах натурального хлеба, настоящего хлеба и вкус с чем не сравнивый. «Балакова хлеб» выпускает более 40 видов продукции. Используются только натуральные ингредиенты. Качество контролируется на всех этапах. Тщательно подбирается сырье. Пшеница выращивается на собственном сельскохозяйственном предприятии «Золотой век». Пшеницу всю практически перерабатываем на своем предприятии, на мельничном комплексе. И эта мука идет непосредственно на завод. У нас есть возможность выбрать по качеству и зерно, и муку. На заводе «Балакова хлеб» оборудование европейских фирм. Производство постоянно модернизируется. В этом году в Менщине были заключены контракты на поставку нового оборудования. Это позволит разнообразить ассортимент и порадовать жителей области новой продукцией. Спонсор выпуска – компания «Реванш». Посмотрел? Да. Нашел? Да нету. Так может, все-таки к нам? Иногда то, что вы так долго искали, не так уж и далеко. Экономьте время. Выбирайте «Реванш». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова